Даже вот эта, казалось бы, пасмурная погода и вот-вот начинающийся дождь не помешают мне показать вам довольно интересный объект недвижимости, интересный и по состоянию, и по цене. В железнодорожном районе часть дома. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Просите показать, ну, во-первых, вы просите показывать побольше домов, и очень часто возникает комментарий, что же такое часть дома. Есть дом отдельно стоящий, а есть часть дома. Вот я вам покажу сегодня часть дома. Повторюсь, довольно интересный объект недвижимости. Смотрят его активно, и может случиться так, что на момент, когда вы увидите это видео, он, к сожалению, будет уже продан. Вполне возможно. Потому что смотрят, повторюсь, его каждый день. Ну, у всех, конечно же, своя ситуация, у кого-то ипотека, у кого-то свое не проданное. В общем, пока задаток за этот дом мы не взяли, я вам решил его показать. Начинаю обзор вот отсюда, с остановки, показать вам расстояние до остановки. Сколько же вы будете идти от нашего дома до остановочки общественного транспорта. Кстати, здесь ходят у нас, проходят три маршрута. 90-й, 14-й и 88-й А. Это железнодорожный район, от Рожка. Прямо на остановочке магазин Магнит. Круглосуточный. Магнит 24 часа. Здесь хорошая дорога. Асфальт. Ну, а у нас тут немножко... Немножко с асфальтом пока еще проблемы. Но грунтовочка хорошенькая такая, бодренькая такая. Тут небольшой буквально кусочек по грунтовочке. Поэтому, в принципе, ничего страшного в том, что асфальта пока сейчас вдоль нашего дома нет. До нашего дома нет. Ничего страшного в этом не вижу. Что еще, помимо магазина, помимо остановки общественного транспорта, что немаловажно, я считаю, да? Что еще есть здесь в шаговой доступности? Ну, во-первых, смотрите соседства, какие тут домишки такие, довольно-таки неплохие. Разные, конечно же, да? Кто на что гораст и кто какие финансовые возможности имеет. Повторюсь, микрорайон от Рожка, улица Куйбышева. Помимо того, что я вам показал в шаговой доступности, у нас школа 36-я в шаговой доступности. Имени Артамонова, клуб, библиотека, сквер молодежный, буквально в пяти минутах ходьбы. Ну и, конечно же, Воронежское водохранилище. Воронежское водохранилище тоже в шаговой доступности. Если вдруг захотели искупаться, рыбки половить, да просто порелаксировать у воды, пожалуйста, вы тоже это можете сделать. Все это в шаговой доступности. Помимо всего прочего, рядышком с нашим домом, в другую сторону от нашего дома, вы видите вон тот зеленый массив, где собственники уже похвалились, собирают грибочки. То есть местечко такое интересное, да, в том плане, что хотите инфраструктуру, вот вам инфраструктура, пожалуйста. Хотите в лес по грибы, по ягоды, вот вам, пожалуйста, лесочек тоже рядом. Вот кто-то тут тоже, видите, пристраивается, крышу делают. Тоже получается часть дома, собственно говоря. Что такое часть дома? Часть дома – это дом на двух, может быть, на трех хозяев с отдельными входами. Часто это отдельный вход и во двор, и в сам дом. А бывает так, что вход во двор общий. Ну, у нас здесь в Воронеже, по крайней мере, бывает такое, да, что вход во двор общий, а вход в каждую свою часть отдельный. Вот, собственно говоря, мы и пришли к нашему домику, улица Куйбышева. Вот он, дом. Общая площадь дома получается порядка, по-моему, 190 квадратных метров. Наша половиночка вот эта. Вот, до, до, до вот этой половинки обшитый сайдом. Это уже не наш, это уже другая семья тут проживает, порядочные взрослые люди, а вот эта вот половиночка наша. Давайте, как обычно, наверное, посмотрим сначала придомовую территорию, а потом посмотрим уже планировку самого дома. Дом интересен еще чем? Тем, что он имеет, наша вот именно половинка имеет два входа. Но обо всем по порядку. Давайте пройдем во двор, побеспокоим немножко собственников. Я вам все расскажу и покажу. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните в 8 920 22 99 356. Расскажем об условиях сотрудничества. Итак, друзья, наша площадь 72 квадратных метра. Повторюсь, вот этот вот кусочек, вот тот кусочек, а вот то, что уже обшито сайдингом, это уже не наши, это уже наши соседи. Все коммуникации центральные. Вот это вот старая яма, не функционирующая. А так у нас сейчас канализация центральная, вода центральная. Вот такой небольшой полисадничек перед домом. Заборчика как такового нет, ну вот видите, просто чуть отгородили. Можно сделать, пожалуйста, вот как у соседей. Видите, какой замечательный, классный полисадничек сделали. Очень здорово все красиво, культурно смотрится. Ну, собственно говоря, можете оценить, какие у нас здесь соседи, получается, с левой стороны. Итак, заходим. Заходим на придомовую территорию. Ландыши, ландыши. Сколько ландышей. Ну, тут, конечно, тут, конечно, яблоками, конечно, мы вас порадуем. Усыпано просто дерево яблоками. Усыпано просто. Смотрите, северяне, и завидуйте. В хорошем смысле этого слова. Тут, пожалуйста, вам вишня. Вишни тоже будет очень много. Огромное просто количество ягод висит. Пока еще не спелы. Ну, уже вот-вот, уже скоро. Тут немножко цветочков посадили. Так, для души. Участок у нас небольшой. 3,8 сотки. Ну, почти 4. На них же стоит наша часть дома. То есть, вот, сам по себе, вот этот вот участок, он небольшой. Вот. Что тут у нас? Летний туалет. Какая-то сыраюшка. Нет у меня ключей, не открою, не покажу. Малинка вот там в углу. Вот тут кусочек для клубнички. Тут, судя по всему, клубничка уже отошла. Я еще собираю на своем приусадебном участке. Два дерева. Я вам их показал. Вишня и яблоня. Хорошие, плодоносищие. Такие уже немолодые, прямо скажем, да? Урожай уже дают хорошо. Ну, и тут несколько кустов малины. Стратегический запас дров. Пожалуйста, вам. Малинка-то уже, малинка-то уже начинает поспевать. С позволения хозяев я вот так вот сделаю. Одну, одну буквально. Это просто песня. Надеюсь, хозяева на меня не обидятся, что я у них малинки перекусил немножко. Тут тоже небольшой огородик. В общем, для души. Места, конечно, нет такого, чтобы засадить все картохой по самые помидоры. Здесь все очень практично, очень уютно. Все чисто для души. Больших плантаций нет. Малины тоже урожай будет большой. Она только-только начинает сейчас у нас созревать. Видите, сколько ягодок висит. Так что поторопитесь, покупайте наш дом. Вот эту малину будете уже собирать сами. Что тут у нас еще? Что тут у нас еще есть? Есть еще вот такой вот домик площадью 25 квадратных метров. Зайдем его тоже посмотрим. Он есть на участке. Я не знаю. Буду вдаваться в подробности, что сейчас с ним делать. Либо сносить, убирать. Либо, может быть, возможно, как-то его отреставрировать. Ну, по крайней мере, этот домик старенький есть. Я вам его тоже покажу. Домик деревянный. Две комнаты. Света не вижу тут. Лампочки нет. Как сарайчик его используют. Общая площадь, повторюсь, 25 квадратных метров. Не знаю. Приезжайте, смотрите. Может быть, и можно его еще до ума довести. Отреставрировать и сделать жилым. Печка, кстати, сказали. Вот это действующее. Ну, конечно, тоже до ума доводить нужно. А так, сказали, рабочая. Есть, посмотрели. И вот о чем я вам говорил в самом начале нашего видео. Вот эта наша половинка, она у нас на два входа. Вход номер раз, вход номер два. Давайте начнем с жилой. Вот это у нас часть нежилая. Начнем с вами с жилой. И потом зайдем, посмотрим вторую часть. Я на некоторое время отключаюсь. Снимаю ботинки. Не прощаюсь с вами. Все, я вернулся. Начинаем с вами с кухонки. Кухонка у нас расположилась, как часто это бывает в стареньких домах. Кухня у нас сразу при входе. Вот, собственно говоря, место, где я разувался. Сенцы. Или поправьте меня правильно, как это называется в комментариях. Такая вот небольшая прихожка. Для меня прихожка, да. В деревнях это, наверное, сенцы все-таки правильно называется. Кстати, здесь у нас, смотрите, туалет у нас сейчас, в данный момент времени, вот здесь. Это можно дело все отделить, поставить здесь стеночку. Повторюсь, у нас централизованная и канализация, и водоснабжение. Поэтому, в принципе, можно туалет тоже до ума довести. Стеночку здесь сделать. Поставить дверь. И, собственно говоря, нормальный, хороший, полноценный, раздельный санузел. Почему? Потому что ванна у нас вот здесь. То есть туалет здесь за стеной. Вот здесь у нас мойка, стиралка стоит. И небольшая ванна. Вместо ванны можно поставить душевую кабинку. Потому что небольшая ванна, ну, как бы, наверное, будешь сидеть, коленки будут торчать, да. Поэтому тут в идеале, на мой взгляд, все-таки, наверное, душевую кабинку поставить. Но санузел в доме. Это уже хорошо. Но покумекать нужно будет, да. То есть, каким образом... Да, что тут кумекать? Я вам уже сказал, как это все сделать. Просто отгораживается у нас санузел. Отгораживается, делается стеночка, делается дверь. И, собственно говоря, все раздельный, пожалуйста, вам санузел. Санузел, как положено, у входной двери. Ванная получилась у нас рядом с кухней. Колоночка. В доме газ, естественно. Так, тут, я смотрю, какой-то погребок есть. Что-то мне про него ничего не сказали. Умолчали, умолчали. О, да там какая красота-то. Какая там красота. Я не знаю, есть там свет или нет, но я уже отсюда вижу, что там стоят какие-то банки соленья и варенья. В общем, у нас еще погреб есть. Ну, может быть, хозяева посчитали, что это не столь существенно, не столь важно. Поэтому ни слова мне про него не сказали. Хорошо, что я сам его увидел. Как в деревне, в частном доме и без погреба. Хотя, хотя, что это в деревне? Мы с вами в городе, друзья. Это железнодорожный район. Так, газ, я сказал. Газовая плита. Кухонку посмотрели. Идем с вами дальше. Зал 16 квадратных метров. Ну, хотите зал, хотите гостиная. Как хотите, назовите. 16 квадратов. Натяжной потолок глянец. Батареи чугун. Пластиковые окна. Туда у нас на улицу. Улица, кстати, вот пока я шел, пока я нахожусь здесь, она такая малопроездная. Ну, естественно, да, здесь проезжают только люди, кто непосредственно в этом месте проживают. Потому что там дальше уже тупичок у нас получается. То есть здесь лишних кто-то, что-то залетных каких-то как бы нету. То есть улица, можно сказать, такая тихая. 16 квадратов площадь нашего зала. Утки тут плавают. На корзине. И две комнаты. Кухня, кстати, не сказал. Она по площади примерно, наверное, квадратов 10. Я думаю, что квадратов 10, наверное, в ней есть. Так, и две комнатки. Две комнатки у нас квадратов, наверное, по 8-9, я так думаю. Планировки у меня под рукой нет. Точной цифры вам не скажу. Но я думаю, что квадратов, наверное, по 8-9. Эти комнатки есть. Комнатка номер 1. И комнатка номер 2. Да, комнатки небольшие, но, по крайней мере, они отдельные. Свои. Для кого-то они будут отдельная своя комната. Как в данном конкретном случае. Ну, а что? Кровать стоит. Стол поместился также. И, пожалуйста, тут даже какой-то шкафчик стоит небольшой. Так, это одна у нас часть. Это одна часть нашего дома. Сейчас пойдем с вами смотреть вторую. Вот это жила. Вторая часть у нас не жила, но ее тоже дома довезти можно. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. И вторая часть с отдельным входом. Безусловно, требующая большого ремонта. Вы сейчас все сами прекрасно увидите. Я даже не нашел где здесь. Вернее, свет нашел, где включается, но что-то он не работает. В общем, ремонт, конечно же, здесь необходим. Вот здесь еще у нас получается еще две комнаты. Вот эта комната побольше. Первая комната поменьше. Смотрите, какой важный нюанс, я считаю. Вот эта дверь, это дверь как раз-таки вот туда, к нам, на кухню. То есть, пожалуйста, сейчас она заложена, сейчас ей не пользуются, но, пожалуйста, можно легко вот эти две половинки совместить. Вообще легко, никаких проблем. здесь и окошечки старенькие. Там в доме поменяны все пластиковые, здесь деревянные. От застройщика, да? От застройщика. Батареи и чугун также. Но ремонт требуется, конечно, достаточно большой. Так, друзья, ну что, какие можно, собственно говоря, сделать выводы? Ну, во-первых, то, что сейчас вот эта вот часть имеет два входа, для кого-то это может быть, собственно говоря, плюсом, да? Потому что я знаю, к нам переезжают люди с очень небольшим бюджетом, но переезжают с семьями. Там старшее поколение, младшее поколение, денег очень и очень мало. И, соответственно, им переезжают, ну, к примеру, да, Киргизия, Казахстан. Денег немного и другая страна, и нужно как-то держаться вместе, соответственно, я думаю, что вот такой вариант вполне себе можно вот в данном конкретном случае как раз-таки рассмотреть. Пожалуйста, можно купить, если есть у вас, конечно же, запас, бюджет, да, на ремонт, потому что ремонт, безусловно, требуется, либо можно купить и совместить. Я вам показал, да, что дверьная кухня убирается и получается большая уже такая часть дома. В какую стоимость оценить данный ремонт, сложно сказать. Нужно, конечно, составлять смету, смотреть, где здесь чего убирать, где здесь чего подлежит еще восстановлению. Вот, в частности, вот этот домик у меня за спиной. Я не знаю, я уже тороплюсь что-то, конечно, снести. Обычно меня в комментариях иногда подписчики чехвостят, типа, что-то сразу все сносить, там еще можно все это дело восстановить. Вполне возможно. Вполне возможно, что вот этот домик, который находится у нас во дворе, тоже можно восстановить. Не берусь сейчас утверждать, но, может быть, и из этого домика можно сделать жилой домик. Земля. 3,8 сотки. Это город, повторюсь. Да. Центральные коммуникации. Да, газ. Да, электричество. Все у нас есть. Это город, железнодорожный район. Цена. Цена нашей вот этой части дома, плюс вот это вот деревянное строение, плюс вот этот кусочек земли, плюс вот эти вот плодовые, серьезные уже такие, достаточно плодоносичие деревья, все вместе 3 миллиона 300 тысяч рублей. 3,3 тысячи рублей. В городе, повторюсь, не где-то там, да, на выселках, в городе. По-моему, это очень интересная, хорошая альтернатива однокомнатной квартире. Сейчас однушку не каждую за 3,300 купишь. Вот согласитесь со мной. Вот сейчас поискать свежую какую-то однушку за 3,300 ее вы не найдете. В Гринпарке, к примеру, к примеру, просто у меня как бы в голову пришло, да, вот там сейчас порядка наверное 3,700 однушка стоит. где еще у нас в стройке где-нибудь не знаю, городские сады, которые еще строятся. Вчера, по-моему, мне застройщик присылал информацию 4,600 что ли там у них однокомнатная квартира. В общем, за 3,300 вы далеко не каждую однушку купите. Далеко не каждую однушку. Ну, вы все прекрасно мониторите, научились мониторить, видеть цены на всех рекламных источниках. Вы не дадите мне просто, да, возможности соврать, обмануть как-то вас, да. Вы видите, какие сейчас цены. То есть, за эти деньги даже полноценную однокомнатную квартиру не каждую купишь. Про новую можно практически забыть, да, а вторичку... Ну, что я вам рассказываю? Откройте рекламные источники и посмотрите. В общем, на мой взгляд, это вполне себе хорошая альтернатива той же однокомнатной квартире. Но только, извините меня, здесь площадь-то, да, у той половинки 72 квадратных метра плюс вот этот домик 25 квадратов. Повторюсь, не берусь утверждать, можно ли восстановить или нельзя. Это надо приезжать и смотреть. Так что, друзья, кого данный объект недвижимости заинтересовал, обязательно пишите, звоните. Железнодорожный район улица Куйбышева. Контакты специалиста будут под этим видео. Но, повторюсь, вполне возможно, что на тот момент, когда выйдет это видео, этот домик уже будет продан. Потому что смотрят активно. каждый, каждый божий день мой специалист сюда приезжает и этот домик показывает. Почему не продается, спросите вы. Показываете каждый день, а почему люди не покупают. Желающих-то купить как бы много, честно вам скажу, положа руку на сердце. Только не каждому подходит. Потому что под ипотеку этот дом не подходит. Часть дома, части домов не подходит под ипотеку, если не выведены статус квартиры. И у многих, у большинства практически, свое не продано. Соответственно, ну, смысл нам ждать, пока они там решат свой вопрос по продаже своей квартиры. И я заметил, в основном, конечно, из квартир в дома сейчас щемятся, уж простите меня за мой русский, все больше и больше людей у нас из квартир почему-то в дома переезжает. Вот все, кто не смотрит нашу часть дома, все говорят, да мы квартиру продаем. И в основном, в большинстве своем, конечно, квартиры продаются вот здесь же, да, в Атрошке. Нартомонова, Богдана Хмельницкого. В основном, все свои же местные, которые знают этот район, знают расположение, знают, что здесь действительно довольно-таки неплохая инфраструктура, все есть. Район наиболее удобный, хороший для жизни. Ну, если мы говорим про частный сектор, конечно, здесь не будет каких-то увеселительных там заведений, да, каких-то по ресторанам, по ресторанам, да, но это частный сектор, это частный сектор, здесь не будет там каких-то колесо оборзения, каких-то, я не знаю, там развлекалок, это частный сектор. Но, тем не менее, школа здесь есть в шаговой доступности, тем не менее, магазины все есть, транспортное сообщение хорошее, лес, пожалуйста, водохранилище, пожалуйста, вот все, все прелести жизни в частном доме здесь сохраняются. В городе, повторюсь, не загородном, а в городе. Поэтому, друзья, пишите, звоните, контакты специалиста под этим видео. Железнодорожный район, улица Куйбышева, часть дома, 72 квадратных метра, плюс вот эта вот пристройка, еще 25 квадратов. Приглашаю всех продавцов недвижимости Воронежа и ближайшего пригорода к сотрудничеству. Если хотите видеть обзор на вашу недвижимость на нашем канале, 8-920-22-99-356, мой прямой телефон, звоните, пишите, расскажу вам о условиях сотрудничества. Ватсапайбер тоже к этому номеру привязан. И напоминаю всем покупателям, что мы оказываем услугу по поиску и подбору объектов недвижимости. Если вот этот объект вас не заинтересовал, анкета, заявка есть под этим видео. Заполняйте, нажимайте, отправите, наш специалист в ближайшее время с вами свяжется. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, обязательно это делайте. И до новых, до новых встреч. Все, друзья, пока.